Здравствуйте! Восьми часов нет, утренний визит. Говорят, пришла овца. Подразумевают, сморожка. Она уже уходит. Какая досада? А как её сюда занесло-то? Я вот её увидела, как она идёт по мосту. Очаровательно. Слушайте, мне это не особо нравится. Травы-то сейчас нету, она входит, где хочет. Пасётся. И оба стола, и липы. А здесь птичка больше, чем у вас. Слушай, сегодня такой вяхер сидела на ракете, а я без телефона была. Курлык. Слушай, ну как они к ней, они ровно дышат? Морожая. Морожая размером с весю. Кто так поёт красиво? По-моему, это дров. Наверное, могу ошибаться. Весь прям извилялась вся. Так, куда она свернула? Вон, на порёлками. У них там с Бонифацией любимое место. Бонька, от виски там зимой всё время прячется. Её на мгновение потеряешь из вида, всё, она сливается с местностью, её не найдёт. Да, мимикрая у нас. Слиться с пейзажем. Вылезай оттуда. Ну, путешественница. Вот такой реверанс. Здесь прям растекается перед ней. Ты без сплюнка? Ну, у меня зато есть это. На тебе эти. Чё? На. Спасибо. Подарок. Это Морожа. Поймала, выброси. Так, отлично. Пойду, отнесу. Проехал Сашка на машине. На работу. Морожа за дра хвоста ринулась к дому. Всё, Ника, пошлай. Да. Удивительно. Ну, Марушка-то, путешественница. Ладно, пойду Пуше мышь подарю. Хотя она пока отдыхает. Набегалась по веранде, нескакалась по чердаку и залегла на Бонькину кроватку. Пуш, тут тебе прислали мышь. Ты как? Фу, наша кредо. Всегда дайте, дайте, дайте. Играйте. Только желательно не на кровати. Ой, да господи. Бонька давно мышей не доташкивал до комнаты. Ну, всё время их весь как отнимает. Он, бедолага, палачёт всё-то откуда-то, скорее всего, из савиного дола. Ну, а тут подношение отморожки. Всё, развлекайся, а я пойду на комментарии отвечать. Ох, надо успеть, скоро автолавка приедет. Пуш, забрела бы, забрела бы забушечку с дровами, а Пуша с мышью резвиться продолжает. Уже второй час пошёл, как она с ней не расстаётся, но, что меня смущает, судя по перемещению подушечки и моей приведённой в беспорядок кроватке, кто-то мышку хотел спать уложить. У меня в постели, да? Пуш, давай ты будешь с ней на полу играть, ай? Такое возмущённое лицо. Да кто бы мог подумать, да заподозрить, да не в жизнь. Чудышко-то моё. Ну, а Бонифаций замаскировался за сытым змеем и радуется тому, что ему никто не мешает. Ох, котейки. Ладно, продолжайте. А мне пора, скоро автолавка приедет. Впрочем, время ещё есть, и я решила его даром не тратить. Лягушечки уже икру отложили. Вон лежит, родимая. И то же самое у меня в бассейне куда-нибудь, естественно, проникли. Ох, нечасто мне удаётся тут купаться. Но здесь в этом году будет не картошка, а грядки. Лук, чеснок уже взошли. Тут предстоит ещё нарезать. Ну, поэтому вода будет использоваться для полива. И по Никинему совету всё вот это вот очаровательное желе я намерена аккуратненько при помощи ведра переправить в пруд. Вот так, чтобы это всё не развалилось. Надо попытаться. Ника сказала, что в этом бассейне всё равно нормальные полноценные головастики не выводятся. Ах, а ждать пока не возникнут, да выпрыгнут по палке, которую я как-то раз им клала. Это долгая история. Юнкость не нужна. И для полива, если лето будет жарким, конечно, заполню чистой водой из колодца и буду ванны вечеру принимать. А поэтому надо лягушат потенциальных переселять туда, где им будет более комфортно и смогут нормально расти и развиваться. Ну вот, переселение благополучно состоялось. И весь этот клубок пришлось вылавливать, загоняя ведро руками, потому как оказалось, что это не так просто. Он переливается, как какая-то живая биомасса и никак не желал помещаться в ёмкость. Ну что ж, теперь рядом с собратьями, оболочки которых немножко загрязнили за счёт того, что на них носила глина, принесённая дождём и половодим. Ну, теперь мои более чистенькие вырастут в более комфортных условиях. Ладно, продолжаем заниматься домашними делами и ждём солнечную машинку. Она и делает. Кнопка по средам стала куда раньше прибегать. Решила примкнуть к коллективу, заняться шопингом. Обычно она приходит где-то около 10 часов. Точнее, не приходит. Ходить она не умеет, она только бегает, летает и порхает. Ну что ж, пошли, наверное, там все уж собрались. Хотя кто все? Сосед Сергей, Ник, да Артём. Нет, у нас ещё не многолюдно, но зато скоро народу в деревне будет. Хоть отбавляй. Майские праздники. Так, ну-па, я тебя. Не забывайся. Клумба — это святое. Да-да-да-да-да. На майские машка собирается приехать. Достаточно надолго. И сегодня мне предстоит позабраться на второй этаж скворечника. С тем, чтобы провести замеры, предстоит глобальный ремонт верхнего этажа в первую очередь. Там надо обдирать и переклеивать обои. А для этого надо знать метраж стен, а возможно даже и потолка. В общем, мне сегодня мерить не перемерить. Давно я там не была. Любопытно, что творится вновь в обретённом строении. Машка сегодня за обоями ехать собралась. Не терпится ей. Ладно, сделаем. Ну вот, торжественный приезд. Бонжур, Монамин. Здравствуйте. Лапочка. А нас сегодня оказалось больше. Кубик пришёл, а главное, Алёнка, бонжур, подъехала с мамой. Ну, кубик сюда, по-моему, пришёл с большим удовольствием. В прошлый раз ему обломилась колбаса. Интересно, как сегодня. А кости есть? Костей только на заказ. Ну, тебе привезли сегодня? Мне должны в следующий раз. А скажем, мы кубик возьмём. Котлетку. Котлетку. Колбаску. Ну, всё. Автолавка уехала. Здесь, как всегда, затеялась возня. Вот почему-то любят они эту площадочку. И все останки костей здесь разложены. Ах, перед приездом ребят предстоит всё это прибирать. Да. О, Поля. Кто тебя усеял мёртвыми костями? Знамо кто. Нечистая пара рыжих. Ну, ладно. Рулетка в кармане. Пора заходить в дом, где я последний раз побывала уже глубокой осенью. Отдирала плёнку с новых окон, что были поставлены яземской фирмой. Но настолько закоченела, что продолжать не стала. А дальше наступила зима. И вот теперь день расконсервации. Оставила собак наружу, хотя не очень хотели проскользнуть сюда. Ах, давненько-давненько. Всего я этого не видела. Какие-то шмотки, что перекочевали из моей избы. Зайти в большую комнату, что там. С каким же энтузиазмом Машка, как только мы снова взяли этот дом, заняла с тут приборкой. С днём рождения. Для Росики. Не стали снимать, потому что рассчитывали, что ребята приедут на Новый год. А 1 января день рождения у Генки. Ну, а теперь случилось так, что они не смогли здесь побывать. И полустелин. Эх, скоро Роська приедет. Веселье начнётся. Надо будет непременно протопить раз помещение, перед тем, как ребята сюда соберутся. И часы идут, не остановились. Холодильник надо менять. Ой, столько всего предстоит. Ну, ладно. Полезу на второй этаж. Займусь замерами. Не нравится мне эта лестница. Да надо её подремонтировать. Ух, что тут ещё предстоит. Фанеру на полы стелить. И вот интересно, как я все эти стены замерять буду. Ха-ха-ха. Ника и Артём уезжают в Москву. Так бы она помогла рулеточку подержать. Ну, ладно, изгалимся. Здесь будет спальня Гены и Маши. Опочивальня. А это будет Розькина комната. Какой же вид великолепный отсюда открывается. Кстати, ещё подоконники делать. И проёмы зашивать. Ах, красота! Ну, вот, открыть окно в Европу. Открывается не до конца, потому что ещё надо срезать пену. Но ничего, справимся. Ну, вот. Панорама. Как же Розьке будет приятно любоваться на заходящее солнце. А Машке встречайте рассвет в своей комнате. Ой! Здорово! Ну, что ж, приступим. Тут стремянка моя перезимовала. Ладно, надо всё делать. Ух, ну всё. Стеночки тут, скажем так, не совсем ровные. Да и потолок мерить пришлось. Тоже, наверняка, будут ремонтировать, обклеивать. А из этой комнаты вид на совиный дол открывается. И утреннее солнышко ещё заглядывает в окно. Берёзки и дорога. Замечательный второй этаж. Наблюдательный пункт просто прекрасный. Вот теперь по утрам Машка будет с Никой перекрикиваться и здороваться. Главное, Генку не разбудить. Как говорится, разбудивший спящего, способен на подлость. Ладно, надо отсюда спускаться и дальше отправляться. Пока возила с замерами, погодка разгулялась. И надо бы дровишками заняться. Ну, хоть немножко интенсивно посокращаться. Ой, так или иначе, всю эту кучу приходится перевозить. Ну, хотя бы немножко сегодня успеть. И всё, всё, надо завязывать с корзинками, переключаться на деревяшки. Каждый раз, когда к дровам прикасаюсь, руки чешутся со стамеском поработать. Ну, естественно, пытаюсь выискать что-нибудь интересненькое среди той груды, которую я наколола. Некоторая часть уже отошла. Наиболее забавные деревяшки, в кучу которой разрушилась, как только начал подтаивать снег. Но наверняка и среди этих полежек что-нибудь достойное обнаружится. Нет, всё-таки замечательная штука дрова, поскольку из них ещё можно что-то сделать. Ну, всё. С этой стенкой закончено. Можно перемещаться под навес. Возить ближе, укладывать удобнее. Здесь восковаты. Келеда прыгала, укладывая последние полежки. Ах, непродолжительный перекур с любованием на цветы. Вдохновиться и продолжать уже на другом объекте. Пожалуй, на сегодня достаточно. Тем более, что работала не впустую. Ну, вот какая прелесть. Осиновая полежка. Вот с таким вот вкраплением. Это суп, который, видимо, обломился, затем затянулся. Вот так вот зарос. Если убрать кору, я подозреваю, что там будет такая же играющая древесинка, как у сувеля. И мне уже видится цветок с лепестками и блюдо в форме листьев. Впрочем, этой деревяшке ещё предстоит посохнуть. И лишь тогда смогу я за неё взяться. Ну, всё-таки, какие перспективы радужные открываются. И всё ближе. Отделка моего дома. Опять разговаривали с Вячеславом сегодня по телефону. Ох-ох-ох-ох, что же мне предстоит пережить. Да, избушка приобретёт совершенно на иной вид. Как это всё будет выглядеть, я ещё не совсем представляю. Хотя цвет и форму панелей сегодня мне уже удалось выбрать. Были присланы фотографии. Хм, великолепные перспективы. Но волнительные и явно затратные. Ладно. Переживём. Уф, наконец-то ролик закачало. Накосячило. Пришлось всё переделывать по новой, загружать. И всё это время Пуша и Боня висили, скидаясь друг к другу подушками. Так, теперь мне предстоит загнать собак в избу и отправляться с Кубиком гулять. Поскольку ребята уехали в Москву за кормами, ну, не привыкать. Столько дней с ним провела, можно сказать, в обнимку, гуляя в любую погоду. Нам уж такует, как сейчас сам Бог велел. Пойдём, пройдёмся. Тем более, сидя в кресле, успела спиной отдохнуть после первой насыщенной половины дня. А дальше меня ждут корзинки. Вчерашняя законченная заняла место для сушки. И надо для дома, для семьи ещё парочку плоских, круглых сплести, в которые очень удобно помещать принесённые из леса грибы для того, чтобы их почистить. И они гораздо лучше в убых корзинках, чем в каком-то пластике хранятся. Поэтому ещё детской дней придётся потратить на плетение. А уж затем перейти на вырезание. Жду не дождусь. Так, киса, не шалить. Сейчас к вам примкнут остальные члены семейства. А мне пора уходить. Нет, тебя в дом не приглашаю. Тебе пора обедать. Давай домой. А вот пищку мне надо заточить. Но ненадолго. Ну что, что, что? Нет, Кнопа, тебе. Тебя я в избушке запирать не собираюсь. Весь, пошли. Так, отстечь собак от Кнопки – это сложно. Ладно, прервёмся. Готов? Всегда готов. Пойдём, пройдёмся. Сегодня хоть погода не такая, как бы позавчера, когда ребята приехали. Ой, но ветерочек поднимается. Снова Кнопка уже просочилась на территорию. Так, надеюсь, мы сопроводим её до поворота к её дому, и она спокойненько устранится на свою территорию. Всё-таки к Кубику она относится с некоторым уважением, поскольку такие параметры не могут не впечатлять. Надеюсь, руля... А, рулетка на месте? Ага, здорово. А то я вообще не взяла. Какой же контраст по сравнению с нашей предыдущей прогулкой. Ох, как же тут был ветер, развывало, шибало с ног. И дождь накрапывало, и казалось, вот-вот и снег пойдёт. А сейчас тишина, благодать. Достатно, что солнышко скрылось, но ничего страшного. В такую погоду, мой дорогой, можно гулять долго и получать при этом удовольствие. Чем мы сейчас намерены заняться? Конечно, Кубику надо травки пожевать, попастись. А мне просто посмотреть на окрестности и порадоваться тому, что весна наступила, и скоро уже станет совсем тепло. Впрочем, в ближайшие ночи, возможно, и заморозки. Нагулялся, навозился, доигрался со мной. Потискать успела, да. Хотя, не к с Артёмом, не особо это одобряют. Но по-любому. Как можно такую плюшевую игрушку не пообнимать? Пора домой возвращаться. За корзинку садиться. Но прежде полюбоваться на Никины цветы. Прострел. Ну вот, действительно, подсказали, вспомнила. Ха-ха. Цветок Данилы мастера. И какие же карасивые примулы. Мне очень нравятся такие вот шарикные. У меня они в зачаточном состоянии. Ну, где-то штучки четыре растут. Вот, Ника поделилась. Но здесь они куда раньше распускаются, потому что более солнечное место. Очаровательные цветы. И как всё здорово тут смотрится. Вот такое сочетание. Красный барбарис. И это Туя маленькая. По-моему, Туя. Всегда боюсь ошибиться. Это Ника все названия запоминает. Ха-ха. Нет, цветы просто прекрасные. Пышные, красивые, яркие. И вот уже раскрылись красненькие листочки. По-моему, это яблонька декоративная. Нет, только из-за своих цветов, которые, вероятно, будут розоватыми. Или, может быть, даже красными. Ну, и листьев. Ну, а тут маленький шмелек трудится, опыляет цветок. Какая форма. Нет, это я про цветок. Хотя шмель по себе тоже очаровательный. Так, ладно. Надо идти в избушку забираться. На некоторое время с Кутем прощаться. А потом вечером опять возвращаться, чтобы с ним погулять. Вот так в чистенькой избушке по утру просыпаешься. А где-то ближе к вечеру поражаешься. Какой же всё-таки бардак можно создать своими шлавыдюбными ручонками. Ой, закончена корзинка предыдущая. Следующая началась. Мне действительно нужно несколько вот таких вот невысоких, в которых хорошо всякие разности хранить. Всё, что угодно. Начиная от шкурки. Ну, вот эта маленькая корзиночка, одна из первых подобного рода, что я сплела. Не особо симпатичная, но зато насколько практичная. Ну, а это для грибочков, для овощей. И поскольку здесь боковинки совсем небольшие, ну, не знаю уж, насколько я сегодня с нищим продвинусь. полагаю, что хотя бы часть успею сделать. И ручка тут тоже не нужна. Подсушить опосля, как закончить с нищим. Оплёточку сделать верхнюю. Ну, естественно, тоже усугубить высохшие в будущем прутья боковин. Тут особой важней нет. Ну, и надо сказать, что сейчас у меня с переплётами всё очень неплохо получилось. Тут всего 12, палочек по количеству боковых стоек. И намеренно продолжать. Заканчивается у меня гибкая ива. Все мои заросли на берегу уже подходят к концу. Значит, подходит к концу и плетение корзин. И надо посмотреть, а где там пуша. Периодически выхожу на веранду и на колецо посмотреть, где эта маленькая Кикима расшнаряет. А вот и она возникла. Ты нагулялась? Комета. Пошли домой. Только карька на улице. Боника вещь уже в избушке. Пушка, ну как я признательна за то, что всё-таки мой сухоцветный букет не трогаешь, а? Умничка-то моя повзрослевшая. Пойдём домой. Всё. Набегалась. Напрыгалась. Ну, не думаешь. Ага. И водичку окунул с лапкой. Пуша-то. Вот надо было так промахнуться. Ладно, хватит. Нагулялась. Теперь будешь с веточками играть. Вот на месте не может что сидеть. Ну, как ещё назвать это маленькое существо? Шнырок. Порода кошки такая. Болихири Гиппократовна. Вяземская она же шнырок. Ладно, давайте немножко вкусняшек дам. И буду продолжать. Вот не секунды на месте. Постоянно поскакать, поёрзать. Бонечка. Ведь в детстве он действительно был не таким пронирливым, как ты. Что ж за чудище-то мне попалось? Ну, что? Вкусняшечку? Конечно, конечно. Раз ты замурчала, надо угощать. У них здорово получается дотягиваться на телефон. Такую убирай. За окнами прекрасный вечер. Ешь, тучка где-то вдалеке. И даже жалко, пушенька, собачек-то загонять в избушку. Но придётся, потому что предстоит с кубиком идти гулять. Ой, в инновации уже успела находиться, набродиться. И ты наскакалась. А мне в путь дорожку пора отправляться. Ну, что ж, всем здоровья и удачи. А меня ждут увлекательная прогулка с рыжим псом. Великолепная погода и весна. Зеленеющая, расцветающая и наполненная всевозможными треволниями, передрягами и работой. Ах, хорошо, когда всё получается, сбывается и образуется. Ну, что ж, пусть так и будет. Здорово, всему удачи и до следующей встречи. До свидания.